Ты уже привык позировать, а здесь другое. Вот видишь, начинает падать. Так, значит, дикая жара стоит. Конец августа. Как это дерево называется? Яблоня. Антоновка. Это Антоновка обыкновенный. Не тряси, да что у вас руки чертся. Вот. Что мы это делаем? Мы должны заготовить на зиму. Вот когда первое начинает падать, лучше бы раньше. Но дело в том, что когда мы отрываем, отрываем, калечатся вот эти плодушки. Вот они. Они просто вот здесь вот. Ой, даже жалко оторвать его. Вот. Преждевременно. Смотри, оторвал. Так. Ну, я аккуратно стараюсь. Смотри, аккуратненько. Чуть-чуть на излом. Видишь? Теперь так, что получается. Ну, ладно. Вот это вот. Учеба есть учеба. Это птица. Вот это птица. Да. Они проверяют, дегустацию проводят. Ищут тебе послаще. А многие принимают это за болезнь и начинают ядами опрыскивать на совершенно здоровое дерево. Дерево здоровое? Вот. Показываю. А какие яблоки надо есть? Которые птицы едят. Ну, что птицы плохое. О, ты тут же сориентировался. Так, давай, это пока положи сюда на землю. Не кидай, а ложи. Вот. Потом их подберем. Итак, первое время. Итак, это зимний сорт. Поздний зимний. Не балуйся. Начинаем соображать. Значит, зимой хотите яблоки есть? Конечно. Потом уже, когда вы соберете сливу, заработаете деньги, а мне сливу на продажу. Ну, что в руки чертся? Кстати сказать, вот когда учеба есть учеба. Если я сейчас возьму, вот так проведу этим самым пальцем, я сотру восковый слой, который защищает их от гниения. Поняли? А, видишь, вот так по рукам. Учеба. Извини. Вот. А вы скучаете? Вот сидит, стоит, улыбается. Вы скучаете. Думаете, чем бы заняться? У вас руки чешутся. Так, посмотрели. Антоновка обыкновенная. Пошли за Антоновка 400 граммовая. Посмотрим. Значит, вы поняли. Пришло время заготовки на зиму. Потому что, когда они сами упадут, они уже хранятся. Ну, допустим, до Нового года. А до апреля уже не сохранятся. Идем сюда. Знакомьтесь. Антоновка 400 граммовая. Вот. Она позже пойдет. Ее еще месяц расти. Вот она. Вот. Одинные годы до 400 граммов. Ну, вот сейчас доказательство. Смотрите. Вот я поднял яблочко, да? Уже 300 граммов. Согласны? Угу. Почему упала? Смотрите. Надкусила. Это надкусил кто? Птица. Птица. Вот. Когда она начинает надкусывать его, оно портится быстро, дозревает и падает. Вот. А которые не тронутые, вот они, они еще будут висеть и висеть. Вот. Вот это где-то уже 250 грамм. А это такой налет особый. Это благодаря подвою. То есть, она привита на это, на пурпуровую. Ну, назовем ее оранжевую, пурпуровую, красную. Это, это сибирка. Вот. Идем дальше. 400 граммов познакомил, да? Когда-то мне прислали, как Golden Derishes. А оказалось, что это не Golden Derishes. Так. Вот она. Посмотрите. Ну, самое крупное уже 300 грамм. А самое лучшее я собирал их, они были 500 грамм, 550. Значит, вот это вот, возможно, дорастет до 550. Потом посмотрим. Ну и, наконец, это шедевр. Вот. Это розмарин. Пойдемте угощаться. Мне нужно, чтобы... А угощаться тоже еще немного рано. Оно осеннее. Висит почти до зимы. Вот оно. Вот оно. Вот. Дело в том, что... А вот это... Видите, как оно хорошо окрасилось. Глядите. Ну, опять оно упало. Вот смотрите. Когда вы видите, вот такие вот вещи, дырочку. Еще раз. Это пробовали птицы. А все говорят, ой, портится. Вот она. Смотрите, шедевр. Вот он. И еще расти, еще расти. Вон, раз, два, три, четыре. Вот. Вот. Вон, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Видели, да? Вот. Ну, пробовать еще рано. Вы скажете, ой, кисловато. Ну, посмотрели. Почему, дедок? Мы каждый день пищем пищем яблоки. Так, а вы ели что? Вы ели мелбу и белый налив. Так. И вы их ели? Да. Да, вкусные. Ух ты, смотри-ка. И от этого уже ничего нет, не отравлюсь. Слушайте, с вами приятное дело иметь. Вы становитесь специалистами. Так. Ну, и последнее. Я, правда, ее показывал уже один раз. Если это... Пойдемте сюда. Если это Голден как бы не настоящий, то вот это вот... То вот это вот пришло с Крыма посылки к Сергею Железову. К вашему этому дяде. Дяде Сереже. Вот они. Вроде бы настоящий Голден. Посмотрим, когда он созреет. Мы тогда возьмем справочники, там их много. Посмотрели, да? Да. Да. Так. Ну, что, это я показывал в фильме. Показать пару груш. Смотрите. Ну-ка. Это. Так будет желтая. Вон, упала груша. А упала, кто-то ее испортил. Ну-ка. Да. Почему? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Чья работа? Состав. Смотрите, там уже муравейник настоящий. Так. Как получилось? Смотрите. Дырочку кто-то сделал. Птица. Как правило, птица. Теперь она начала быстро дозревать. Быстро-быстро становится спелой. И теперь там, вон они, хозяйство муравьев. Аккуратненько. Смотри. Внимание на будущее. Будущему садоводу. Положил так аккуратно. Видишь? Вон они забегали. Но это с перепугу. Вот. Чтобы все. Эта груша не наша. Самая большая. Одна из самых больших ошибок, когда берут грабли и выгребают из-под деревьев все, что принадлежит дереву. Как это. Как будущая пища. Муравьям, пчелам, осам. Вот. Шмелям. Все это принадлежит не нам. Червям. Вот. Нет. Надо все это выгрести. Оборвать все это. И считать, что еще его совет хороший дали. Делать нам нечего. Вот. Как нормальному человеку 5-10 соток выгребать. Так. Выговорился. Ну что. Показать последнее. А. Итак. Это была груша. На самом деле еще зреть и зреть. Это осенний сорт. Это мраморная. Вот. Ну это то, что первое по ходу. То, что я еще ни разу не показывал. Так. Вот. Еще одна груша. А что за сорт? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Прививочка. Вот она прививочка. Смотрите. Умею я прививать? Смотрите сюда. Соня. Нет, конечно нет. Вот смотри. Полтора метра. Так. Теперь проверили. Восхитились. Так. Теперь раз эта груша висит. Вот она. Тогда причем на третий год. Давайте смотрим, что это такое. Это тоже мраморная. А. Знаете, что тут было? Тут весь ряд? Весь ряд. Был из мраморных груш. Вот. Это значит, что Сергей все продал, а две оставил. На развитие. Для матрищного сада. Ну и еще. Ладно. Пойдемте. Гулять-то гулять. Идемте. Я угощать буду. Вас первых. Кстати, потом на конца упадут колновидные яблони. Вот они. Тут их много. И просто плохо видно. Вот это тоже соберем на семена. А идем мы, знаете, куда? Нет. Мы идем персиковая мичурина. Суперсорт с львовой. Кстати, вот это упало. Не наступите. Это отсюда упало. Это последняя венгерка. А вот это вот. Вот они валяются. А вот это суперсорт. Еще не падали. Как бы... Ну, потом я сам соберу. Тут ее немного. Суперсорт. Это вот это чудо. Смотрите. Они еще только-только начали окраситься. Похвастаюсь. Так вот это сорняк. Почему сорняк? То есть вот кто должен его убирать? Так. Я не знаю. Вот они. Плоды крупные. Уже грамм по 30. Под 40. Вот они. Вот это будет самое сказочное, самое вкусное плоды. Когда его кусаешь, их опасно кусать. Знаете почему? Опасно. Только зубами щелк. И в это время взрыв. И ты весь в соке. Вот. Лисо в соке. Рубашка в соке. Поняли? Вот. Ну, еще я убедился, что рано. Рано, рано, рано. Пойдем. Это еще впереди. Ну-ка. Ой, упал, упал. Подними. А, ладно. Они прямо на дерево перезрывают. Вот. Я уже поднял. Ну, подними. Тогда все собираю на косточке. Так. Ну, все, друзья. Сеня, помаши рукой. Всем пока. Вот такой вот.